За картины, которые произвели впечатление, на этом мероприятии голосовали банковскими чеками. В Лимассоле прошла вторая благотворительная выставка живописных работ «Бизнесвумен», представляющих русскоговорящее сообщество. Стоит, наверное, напомнить, Николай, что вернисаж, который, кстати, сегодня официально закрывается, проходит под патронажем президента Республики Кипр. То есть это солидное статусное мероприятие, и не случайно его посетил мэр Лимассола. К слову, среди информационных спонсоров выставки был издательский дом «Вестник Кипра». Ну и надо сказать, Катя, что все сборы от продажи картин пойдут на благотворительные цели для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Смотрите репортаж телевестника. Вот она, великолепная пятерка художниц, которые, кажется, слегка смущаются всеобщее внимание и аплодисменты. Анна Романенко, вдохновитель и организатор ее тезка Анна Резникова, Татьяна Кириакиду, Марьяна Слуцкая и Оксана Соболь. У всех разные человеческие и профессиональные судьбы и одно призвание – дарить людям красоту, радость и заботу. Пять русских женщин, бизнес-женщин, собрали здесь, чтобы продвинуть, так скажем, идею благотворительности и помочь кипрскому обществу по борьбе с онкологическими заболеваниями. То есть за этот год это уже вторая такая выставка. В прошлый раз мы помогали детишкам-аутистам. Благотворительная выставка – это десятки картин самых разных жанров, выполненные в самых разных техниках. Во всех работах художницы ищут и находят свой индивидуальный стиль, но при этом понимают, что стоят на плечах гигантов классиков мировой живописи. Я вообще большой поклонник классической живописи. В принципе, это можно видеть по моим работам. Иногда просто есть такие произведения, которые поражают мастерством, чем-то еще. В данном случае все – сюжет, остров, рыба. Достаточно просто все. Испанского художника 1772 года. И, казалось бы, столько лет, веков, можно уже сказать, все равно народ останавливается, люди останавливаются, смотрят на работу. Просто захотелось, скажем так, что художник поделился со мной опытом. Нарисовала и думаю, что получилось. Посетивший выставку мэр Али Массоло Андреас Христу повел себя как настоящий ценитель высокого искусства и рачительный хозяин. Он внимательно изучил почти все работы, а некоторые картины даже заботливо поправил. Картина хороша, когда в ней видишь собеседника, заметил господин Христ. Мне нужно, чтобы картина немножко разговаривала со мной. Не обязательно классика или там современный, или что угодно. Лишь бы она имела какой-то контакт. Благотворительная выставка проходит при поддержке муниципалитета Лимассоло в помещении культурного центра «Панос Саламонидис». До официального закрытия вернисажа еще целых два часа. Так что можно успеть.